Чтобы Господь не спасал благодать на этот водный источник, а мы с вами после того, как помолились, смогли в этой святой воде искупаться во здравии души и тела. За здоровьем крещенской проруби на озере рядом с храмом Спиридона Тремифунского 4 январь приходит мусульманская семья Шифигулиных. Рамиль проходит через обряд очищения, Рамиля фиксирует это для истории. Веру мусульманскую они менять не собираются, но с удовольствием приобщились к христианской традиции. Обалденно, круто, здорово вообще. Покрываешься таким прям мехом, богатым, теплым, здоровым, энергетикой, такой прям, ну, необъяснимой внутренней. Ну, в общем, здорово, мне нравится. Не болеешь? Ну, я не знаю, как это объяснить, правда. Ну, в общем, все хорошо. В Крещенскую ночь в Иордань, так в это время называют освященную прорубь, решил погрузиться почти весь приход храма, от мала до велика. И все верят в чудодейственные свойства крещенской воды. Переболела воспалением, но, как бы, ковид мне не поставили. То есть, бог помог? Бог помог. Традиция погружения в святой источник в Крещенскую ночь зародилась на Балканском полуострове. Особенно это ярко выражено у греков и сербов. У них даже есть такая традиция – кидать в водоем деревянный крест и устраивать заплыв. Кто первый достал крест, на том будет целый год Божья благодать. Правда это или нет – проверить трудно. Мы отчасти перелиняли у них, но у нас только есть свои особенности. Чаще всего на Крещении крещенские морозы. Холодно, мороз, стужа, и мы с Божьей помощью просто осенив себя некое являем, знаете, подобие геройства. Как написано в Евангелии, все чудеса с человеком после крещенского погружения происходят, если он будет чист сердцем, милосерден и щедр. Но заходить в прорубь на Богоявление – не обязанность, а желание угодить Богу. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...